Совсем не детские шалости позволили себе двое гродненских школьников. Поздней ночью подростки вскрыли шесть автомобилей. Правда, вместо дорогих вещей салонов недоросли похищали лежавшую в машинах мелочь. Солнцезащитные очки, нож или стаканы. Интересно, что самому юному взломщику всего 12 лет. Почему же в столь раннем возрасте мальчики пошли на преступление, узнавал Дмитрий Смирнов. Дебют в криминальной профессии у юных гродненцев оказался звучным. Шесть скрытых автомобилей за одну ночь. Кстати, дважды злоумышленникам повезло. Владельцы машин и вовсе забыли закрыть замки. Подростки работали исключительно по ночам. Вскрывали автомобили подручными средствами. Однако непонятным остается вопрос, почему вместо дорогих вещей из машины не похищали дешевую мелочь. Похищали молодые люди то, что, видимо, лежало в бардачках и на сидениях. Необычная в таких случаях магнитола, не что-то более ценное, и их не заинтересовало. Из машин было украдено 24 тысячи рублей металлические стаканы, солнцезащитные очки. Сейчас все похищено и изъято. У следователей, правда, остались вопросы к родителям самого молодого задержанного. Согласно закону, 12-летний подросток никак не может находиться поздно ночью вне дома без взрослых. В отношении старшего подростка, ему 16 лет, учащийся одного из колледжей города Гродно, возбуждено уголовное дело по статье кража. В отношении же другого подростка, ему всего 12 лет, он ученик 6 класса одной из школ города Гродно. Будут приняты меры постановки данного подростка на учет в инспекцию по делам несовершеннолетним. Между тем, к уже озвученному обвинению о краже может присоединиться и еще одно. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, о вовлечении несовершеннолетнего в преступную деятельность. Дмитрий Смирнов, Виктор Бака, Зона Х, Гродно.